Часто ли вы ищете незаезженные, интересные, забытые всеми и не виденные ранее фильмы, как делаю это я? Я думаю да, поэтому я решил помочь тебе, мой дорогой зритель, и подготовил топ-5 фильмов, которые ты наверняка не смотрел. И это только первая часть. Если ты подпишешься и поставишь лайк, вторая и последующие части подборок фильмов выйдут заметно быстрее. Первый фильм – Раздемитель. И в шутку будет сказано возможное будущее людей, заточенных в своих квартирах, бункерах от текущей ситуации с пандемией. Вкратце о сюжете. Пустапокалипсис. Подвал здания Нью-Йорка, приютивший нескольких выживших. Бункер и заточение. Затравка простая и не предвещает ничего хорошего. Мало кто из заточенных сможет сохранить человеческое лицо. Фильм жесток, атмосфера последнего умежища прекрасно задает тон происходящему на экране. Слабонервным не смотреть. Истасковавшимся по не диснеевскому киноформату к просмотру обязательно. Возможно вы не согласитесь, но мне фильм чем-то напомнил первую пилу. Кстати, в фильме снялись такие актеры, как Майкл Бинн, практически всем известный по роли Кайла Риса в фильме Терминатор. И достаточно популярным линием Майла Винтемилья, которого я лично запомнил много позже разделителя по сериалу «Это мы». Второй фильм. Луна 2112. Затравка проста. Астронавт Сэм, уже почти отслуживший свои три контрактных года на станции на Луне, за две недели до конца срока попадает в аварию из-за галлюцинации, которая была вызвана расстройством психики, которая в свою очередь была вызвана длительным одиночеством. Череда последующих событий переворачивает мир и сознание Сэма с ног на голову. Чем интересен этот фильм? Ну, во-первых, это лучшая роль Сэма Рокуэлла, на мой взгляд. Более того, по сути, все экранное время здесь посвящено только ему и еще раз ему. При просмотре вы наверняка поймете, почему я сделал на этом акцент. Во-вторых, это просто отличный сюжет и один из лучших фильмов жанра научной фантастики в принципе. Ну и наконец, в-третьих, фильм снят на жалкие 5 миллионов долларов. Кому понравится этот фильм? Если вы в восторге от пекла, марсианина и гравитации, это ваше кино на все 100. Третий фильм. Пятое измерение. Ник, главный герой этого фильма, которого исполняет Крис Эванс, обладает сверхспособностью, телекинезом. Он скрывается от некой службы, которая является организацией, контролирующей экстрасенсов и отвечающей за эксперименты над людьми со сверхспособностями. И здесь все просто. Крис Эванс, суперспособности, 2009 год. Еще не прилипшая роль Человека Америки и Мстителя в киновселенной Марвел. А ему пару составляет еще совсем юная Дакота Феннинг, которая недавно сыграла в том же Тарантиновском Однажды в Голливуде. Но разве уже не интересно? На фоне всех фильмов различных вселенных комиксов, Пятое измерение стоит особняком. Несмотря на то, что критиками фильм был принят достаточно отрицательно, смотрится очень неплохо и свежо даже через десяток лет. Из похожих фильмов мне в первую очередь на ум приходят Телепорт и Хроника, но оба проигрывают пятому измерению по всем параметрам. Четвертый фильм. Грязь. Здесь даже описывать ничего не хочется. Это бенефис Джеймса МакЭвея. Настолько разносторонней роли у него не было даже в Сплите, если вы мне позволите такое сравнение. Продажный полицейский всеми силами старающийся получить повышение, не брезгая при этом пойти по головам и страдающий психическим расстройством. Кто как не МакЭвей смог сыграть бы лучше? Фильм изобилует черным юмором, но эстетом прямо-таки противопоказан. Кроме того, рейтинг 18 плюс здесь стоит совсем не просто так. Здесь это не рекомендация, а предостережение. С чем можно сравнить эту картину? Я думаю, это отличная интерпретация американского психопата, приправленная изрядной долей юмора для взрослых. Пятый фильм. Дорога. Снова постапокалипсис. На этот раз атмосфера максимально сходна с одной из лучших игр на PlayStation 3 Last of Us. Для ценителей данного игры шедевра, фильм настоящая находка. И все это неспроста, ведь именно он вдохновил студию Naughty Dog на разработку в Last of Us. Кроме всего вышесказанного, в фильме вы можете увидеть не только упадок цивилизации, но и великолепную актерскую игру Вига Мортерсена. Наверняка вы его помните хотя бы по «Властину колец» или «Зеленой книге». Вот и все на сегодня. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я уже готовлю следующую подборку фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok